Каждая вещь, окружающая вас, должна соответствовать этому критерию. А заслуживает ли она того, чтобы быть рядом с вами? Почему? А потому, что занимая какую-то часть пространства, вас окружающая, вовне вашего сознания, она занимает такой же объем внутри вашего сознания. Достойна она того, чтобы там находиться или нет? Поняли, что я сейчас сказал? Ничто не проходит бесследно и ничто не бывает бесплатно. За все мы платим своей жизнью. Ваше жилище, ваше рабочее место, это не просто ваше жилище и не просто рабочее место. Это экстраполяция вашего сознания. Это продолжение вашего сознания вовне. Если что-то находится в этом пространстве, это означает, что оно находится внутри вашего сознания. И отсюда вытекает простой вопрос. А заслуживает ли эта вещь того, чтобы находиться в моем сознании, занимать там какое-то место? И какое влияние она окажет на мою жизнь? Вот с каких серьезнейших вещей мы начинаем сразу. Каждая вещь привносит что-то в вашу жизнь. У нее есть история. У нее есть какая-то прана, какая-то энергия. У нее есть какая-то форма, которая соответствующим образом преломляет прану, преломляет энергию. И следующий вопрос, где она находится? Об этом мы будем говорить дальше. Потому что находясь в определенном месте, она генерирует определенные процессы, определенные события в вашей жизни. Вы это увидите на своих примерах. Вот сейчас мысленно просканируйте. Пока приблизительно. Понятно, что когда придете домой или придете на работу, вы посмотрите на все уже более детально. Но сейчас вот на вскидку. Я уверен, что абсолютное большинство вещей, которые есть у вас дома, никакой функции не выполняет. Большинство. Что это означает? Это означает, что это лишняя вещь. Это лишняя вещь, занимающая определенное пространство в вашем жилище или работе. На работе, понятно, меньше будет таких вещей. А значит, занимающая определенное место в вашем сознании. И чем больше таких вещей будет в вашем сознании, тем меньше будет в этом сознании свободного места. А именно свободное место в сознании, это то, что нас больше всего интересует. Потому что потенциал развития этого самого сознания находится в этом свободном месте. И невозможно навести порядок в сознании, не наведя порядок в вашем окружении. А не наведя порядок в сознании, невозможно говорить о его развитии. Это невозможно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы об этом будем говорить подробно дальше. Невозможно избавиться от какой-то проблемы, решить проблему. Не избавившись от причин, которые ее вызывают. Потому что проблемы, болезни – это следствие. Если мы хотим избавиться от болезни, мы должны изменить ту карму, которую эта болезнь породила. И решая ее на причинном уровне и на уровне следствия, тогда мы можем решить проблему и избавиться от болезни. Простой пример. У вас течет кран на кухне и заливает все вокруг. Можно ходить с тряпкой и вытирать кухню, и там в ведро это все сливать до бесконечности. А можно взять, подойти, закрыть кран, убрать то, что уже разлилось, и на этом проблема будет решена. Понимаете, о чем я говорю? Те вещи, которые вас окружают – это те вещи, которые оказывают влияние на вашу жизнь. И главный вопрос – достойна ли эта вещь того, чтобы быть в моей жизни? И что положительного эта вещь мне принесет? Как эта вещь способствует развитию моего сознания? Как она способствует улучшению моей жизни? И способствует ли она вообще? Это тот же самый вопрос, который нужно задавать себе перед покупкой, какой бы то ни была вещь. Прежде чем купить ее, а принесет ли она мне пользу эта вещь? Потому что вы же за эту вещь будете платить деньгами. Вы будете отдавать свою прану. И за каждой вещью, которая находится у вас дома, стоит ваша потраченная прана. Потраченные деньги и потраченная прана. На что вы это потратили? Если вы потратили на вещь, которая способствует вашему развитию, способствует улучшению вашей жизни – это хорошая карма. А если вы потратили деньги, потратили свою энергию на вещь, которая не способствует этому – вы создали негативную карму. И пока эта вещь находится у вас, она будет оказывать свое негативное влияние. Парадоксно, люди никогда не задумываются об этих вещах. И идея нашего курса заключается в том, что если мы хотим чего-то достичь в нашей жизни, если мы хотим изменить что-то в нашей жизни, если мы хотим развиваться и совершенствоваться, если мы хотим избавиться от проблем и болезней, без наведения порядка в окружающем нас пространстве, это будет невозможно или почти невозможно. Потому что пространство, которое нас окружает – это и есть мы. И если у меня бардак в моей квартире, значит бардак в моем сознании. Если бардак у меня на работе, значит бардак в моем сознании. Потому что оно является отражением моего сознания. Вот это состояние. Вот фундаментальная вещь какая. То каждая мысль занимает определенное место во времени. Точно так же, как каждая вещь. Она занимает определенное место во времени. Хотя бы потому что вы потратили деньги на приобретение этой вещи, вы потратили время своей жизни. Потому что мы за все платим временем своей жизни. И платят нам за время нашей жизни, которое мы продаем. Поэтому за каждой вещью в вашем пространстве, в пространстве вас окружающих, ваша жизнь находится. Никогда не задумываясь об этом? На что вы потратили свою жизнь? Это страшно важная вещь. Что я покупаю? Для чего я покупаю? Потому что я жизнь потратил на это. Жизнь потратил, понимаете? Жизнь потратил. Одну у меня не будет здесь другой такой. Я не верну это время назад и не компенсирую его никак. На что я его потратил? И эта вещь будет стоять и оказывать свое влияние. Хорошо, если положительная. Дай Бог. Но для этого она должна быть в правильном месте. А в большинстве случаев она в неправильном месте стоит. Но если нужная вещь, находящаяся в правильном месте, дай Бог, чтобы она там стояла, ничего кроме пользы вы от нее не получите. Но это очень редко бывает. А когда много неправильных вещей в неправильном месте, вот тогда начинаются проблемы в жизни. Вплоть до онкологических заболеваний. Вот у вас будут планы свои с собой, вот мы будем говорить, а вы будете сверять. У нас будут практические занятия. Недаром называется наш курс. Лекция, демонстрация и консультация заодно. И на себе увидите, как это работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова